Ну что, друзья, всех приветствую, с вами я, ПандосФХСавич, и те, кто подписан на мой телеграм-канал или инстаграм, ссылочки еще в описании, подписывайте, знают, что я заболел коронавирусом. Пруфы умеются, у меня тут везде две полоски, сразу пять тестов, ну, в разные дни я их делал. В общем-то, надеялся, что это, может, какой-нибудь фейл, какая-то ошибка, но нет, я заболел. Я, кажется, знаю, каким образом я заболел коронавирусом, это все Стас. Вот заметьте, когда Стас выбивал дверь, я находился рядом, и, видимо, когда он проходил мимо... Ну нахер. Шпот свалил. И, видимо, когда он проходил мимо, выкрикивая, что это судье, какая-то бацилла залетела в меня, и, собственно, я тоже отлег. Первые три дня были ужасные, но сейчас уже попроще, полегче, но, так или иначе, карантин нужно соблюдать, поэтому я сижу дома, плюю в потолок, все очень весело. Но сегодня, друзья, не об этом. Как вы знаете, у нас в FIFA-комьюнити разгорелся конфликт между Крапом и всеми остальными. Я думаю, что многие уже в курсе данной ситуации, но если кратко, есть Крап, главный злодей Кубка Фиферов, который в первом туре уже успел накосячить, записав такую вот сториз. Сейчас посмотрю, как все выйдет, потому что снимал все на скорую руку, там, на телефон, на штатив, микрофон. Вот, если получилось классно, то тогда выложу, а если нет, то я сделаю всю эту туру, только видос. Ну, типа, если видос будет хуёвый, я не выложу, там, всё такое, ну, вы поняли, короче, чувак максимально на похуй относился к Кубку Фиферов. Потом у него был проёб во времени, он вовремя не выложил видос, ещё какой-то косяк вроде был, ну, и вот финалочкой стало то, что он нахую провертел весь регламент, в частности, Шерманов, игнорил их во времени и, собственно, по итогу Серёга вносит вердикт. Техническое поражение и кик. Ну, здесь я уже реально устал. Ну, Краб всё-таки осознаёт, наверное, что, блядь, нет, чё-то какая-то хуйня, либо ему кто-то там нашептал, что, братан, так поступать как-то очень некрасиво. Он набирает Шерманом, алё, пацаны, ну, короче, смотрите, я вот вас нахую провертел, не хотите добавочки? Типа, давайте всё-таки мы сыграем, а, ну, на что Шерманы говорят, да, окей, типа, давай сыграем, и по итогу финал вы и так сами знаете. Ну, собственно, всё, да, вот так вот мы вылетаем с кубка, блядь. Стоит уточнить, я к Шерманам отношусь с максимальным респектом. Пацаны делают действительно кайфовый контент, я поспособствовал их, так скажем, становлению, я их первые стримы к себе репостил, постоянно говорил про них там в роликах, на Твиче, хостил. Короче, пацаны действительно делают качественный контент, но то, что они сделали, это полная дичь. А мне, друзья, лишь остаётся вам напомнить о моих постоянных спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, у которых недавно произошёл ребрендинг. Посмотрите, как красиво и стильно выглядит сайт, там вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Куча интересных матчей, на которые вы можете сделать ставочку, и также, если вы пройдёте верификацию до конца, то вы получите отличный бонус. Тысяча фрибетов, друзья. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, переходите и всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Ну, в принципе, большой видос есть у них на канале, если коротко ясно, то они просто высказали такую точку зрения, что, ну, типа, было бы не по-пацански, там, знаете, дать заднюю, там, и всё такое. Мне показалось, что чем мы, блядь, тогда будем лучше Крапа, если сделаем, собственно, как он. Тупо заигнорим ради того, чтобы, блядь, пройти по этому ТП. Ну, такая вот формулировка, что чем бы мы были лучше Крапа, если бы там, типа, а-ля, не взяли бы трубку. Я, конечно, понимаю, что есть там формулировки из разряда подставь левую щёку, правую щёку, но, блядь, когда человек откровенно вертит вас на хую, вертит регламент на хую, и вообще ему, да пизды на этот кубок фиферов, вы даже посмотрите, как он монтирует ролики, я понимаю, что это не он монтирует, он так, 5 минут, блядь, 5 минут, он даже составы не показывает, ему настолько похуй, заинтересованность просто ну-ле-ва-я. И каждый раз ему всё прощается. В первом туре Серёга его простил, блядь. Ролик не выложил, ему простили, блядь. Вот эта вот дичь произошла, ему дали ТП, простили, блядь. В частности, Серёга простил, потом, блядь, Шерманы, блядь, вы понимаете? Таким образом, чувак вообще ничему не научится в этой жизни. Он привык жить в лакшери, блядь. Ну, посмотрите даже на его инстаграм, какой красавчик, блядь. Типа, видно, что парень такой причесывает на строй, блядь. То есть, он себя любит, я пиздатый, я охуенный, блядь, и мне вообще как бы на всё до пизды, блядь. И вот вы прощаете раз, прощаете два, прощаете три, блядь. А потом в моменте вы такие смотрите, а он уже вам въебало сыт, блядь. И вы такие, ну, типа, блядь, вы чё, алё, люди? Серёга, Шерманы и все остальные. Алё, Уэйка, почтитесь, вы чё творите, блядь? Вы породили ёбаного злодея, блядь, нахуй. И вы знаете, с этого момента, блядь, я решил, что Краб это мой любимый фифер, блядь, нахуй. Он красавчик на самом деле. Ну, типа, это, это вот насколько надо быть охуенным, чтобы прокрутить нахую, блядь, весь кубок фиферов. И при этом, блядь, остаться, блядь, безнаказанным. Это вот насколько надо быть охуенным, всё, блядь, это мой кумир, нахуй. Краб, я болею теперь за тебя. Я, блядь, очень хочу, чтобы Краб просто выбал всех, блядь, нахуй. И выиграл этот кубок фиферов. Потому что вы все этого заслужили. Вы сами приложили к этому руку, блядь. Каждый из вас, блядь, Серёга, Шерманы и все остальные, кто ему, блядь, прощали его косяки. Вы, блядь, сами приложили к этому руку, блядь. Поэтому Краб теперь отныне мой любимый фифер, блядь. Давай, братан, выбей всех нахуй, блядь. Мир не такой, блядь, радужный и сказочный. Алло, блядь, очнитесь, блядь. Хорош уже, блядь, нахуй придумывать там тысячу оправданий для пацана, которому откровенно похуй на вас, блядь. Ну, типа, это на сколько люди вообще, ну, типа, алло. Мы живём в 21 веке, блядь. Всем друг на друга поебать должно быть. Вот это вот доброта фейковая ваша, Шерманы. Алло, блядь. Илюха, ну я же знаю тебя, ты такой суровый парень, блядь, с яйцами. Ну, вот эта вот история, типа, ну, ну он попросил. Да пошёл ты нахуй, вот чтоб я ему сказал, блядь. Иди ты нахуй, блядь. В смысле, блядь, ты попросил? Ты меня нахую провертел, блядь, пять раз? А я даже, типа, не задался вопросом, блядь. Ну, типа, это вот насколько он меня не уважает, блядь. Это насколько он не уважает регламент, блядь. Что я вот сейчас возьму и это схаваю. Ну, это пиздец, блядь. Ну, типа, опять же, при всём уважении к Шерманам, блядь. Я всё понимаю, но этот поступок я нихуя не понимаю. Не выкупаю. Ну, у меня, блядь, вот просто нет понимания, блядь. В моём видении мира, блядь. Что вот так вот человек может в наглую, блядь, крутить вас всех нахуё. А вы такие, ну, ладно, окей. А можно мне добавочки? Блядь, ну, у меня просто горит очко, чуваки. Ну, типа, реально меня разъёбают. И опять же, всё, блядь, Краб, ты теперь мой любимый фифер. Я тебе, блядь, желаю только, блядь, наилучшего. Надеюсь, ты выйдешь в групповой этап, блядь, и всех там разъебёшь, блядь. А он ещё в видосе, блядь, после вот всех этих манипуляций такой. Да, я сильнее. Блядь, чуваки, ну а чё? Ну, я пизжи играю. Блядь, чувак просто не знает границ, блядь. Какой я нахуенный, блядь. Это прям Джокер, блядь, из DC, чуваки. Вы понимаете? Это прям ёбаный Джокер, блядь. Все вокруг такие, да, мы за справедливость. Я Бэтмен, я справедливый, я там не убиваю людей. А он такой, да идите вы всё нахуй, блядь. Охуенно, красавчик, топи дальше, блядь. Блядь, я очень хотел, чтобы Шерманы вышли в групповой этап. И они были фаворитами, казалось бы. Казалось бы, блядь. В итоге они обыгрывают Гасилина, блядь, со счётом там 7-1. А Гасилины в 3-1. Это у них единственный вуз был. Я в ахуе просто вот. Как всё, блядь, нахуй меняется. На самом деле, это очень поучительная история. Даже если вот абстрагируется от Кубка Фиферов. Что справедливости в нашем мире вообще нет, блядь. Если вам въебали в левую щёку, чуваки, не подставляйте правую. Въебите в два раза сильнее, блядь. Я не понимаю, честно, ну типа, о чём тогда думали Шерманы в том моменте. Ну, даже если отбросить вот эти вот какие-то пацанские истории, что нет, мы там должны были поступить по-человечески. Всё такое. Ну, блин, вы же знаете, какой бэкграунд косяков у него. Ну, блядь, ну поставьте вы его уже на место, блядь. Ну, сколько можно творить дичь. И каждый раз у него всё сходит с рук. Тут хуйню сделал, ой, извините. Тут хуйню сделал, ой, извините. И это ведь не первая история. То есть он и до Кубка Фиферов какую-то дичь утворял. Я не помню точно, у него какой-то ТикТок был. Он какой-то там национальный костюм ударил. Потом ему за это предъявили. Он извинился и такой, ой, сори, я типа не виноват и всё, блядь. И всё сошло с рук. Типа у него по жизни вот прям вот как на сёрфе. Он просто сёрфит, блядь, по волнам. И у него всё охуенно, блядь. Вроде наступает, блядь, большая волна. Он думает, ебать, я сейчас потону, наверное. Нет, он такой уйти и полетел дальше, блядь. И за это действительно респект, блядь. Ну, типа, ну вот настолько быть охуенным чуваком, Чтоб прокуртить нахую, блядь, весь кубок фиферов. И при этом остаться безнаказанным, ну это пиздец. Ну и Серёга тоже респект дал заднюю. Ну, в принципе, он сам этого не отрицает. Ну, дал заднюю. По факту дал заднюю. Хотите у меня дальше или нет? Блядь, ну, типа, блядь, я не понимаю, как так звёзды складываются, люди? Чё с вами? Алё, блядь. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, я не прав, может, у меня какие-то другие, блядь, философские мысли в голове, блядь. Но мне кажется, то, что произошло, это полная дичь и поучительная история, опять же, о том, что справедливости в нашем мире нет. Я, конечно, предполагаю, что у Шерманов, наверное, был другой сценарий в голове, что они такие, блядь, да мы его один хуй разъебём, блядь. Ну, типа, дополнительный видосик будет. Ну, я не знаю, опять же, может, они так и не думали. Это я предполагаю. Шерманы, вы, опять же, красавчики, делаете пиздаты контент, но конкретно данная ситуация должна чему-то научить. Ну, блядь, ну, быть белыми, пушистыми, ну, мы такие добряки, ну, блядь. Ну, это фейковая доброта, Илюх. Ну, я же знаю тебя, блядь. Ну, ты ж не такой, это фейковая доброта, блядь. Ладно, короче, сейчас я, блядь, хейта, наверное, отгребу, блядь. Напишите мне, что я, блядь, что-то не понимаю в этом мире. Ну, просто как раз-таки, наверное, я и понимаю, что это в этом мире. Я прошёл через огонь и воду, блядь, через много различных ситуаций в этой жизни. И, блядь, никому нахуй пощады не будет. Просто я уже научен жизнью, что если человек один раз, блядь, сотворил хуйню, он сотворит и два, и три, и четыре. А если ты, мгуш, каждый раз прощать, он будет всё больше и больше раскручивать свой хуй, блядь. И вот так вот будет крутить тебя, как спиннеры, знаете, блядь. Собственно, что сейчас делает и Краб на Кубке Фиферов. Но, опять же, вы сами создали этого монстра. Поэтому, Краб, надеюсь, ты так и дальше будешь крутить всех нахуй и выиграешь этот Кубок Фиферов. Всем удачи.